Посещение могил традиционно начали с Краснозаводского кладбища, где похоронены четверо бойцов, не вернувшихся из той трагической командировки. Алексей Шелихин, Дмитрий Королёв, Дмитрий Федин и Эдуард Лавринов. Сослуживцы погибших ребят отмечают, что ежегодные встречи у могил погибших товарищей возвращают их память в тот роковой день. 19 лет прошло, да, ребят с нами, и, наверное, вот эти встречи все мы оказываемся на 19 лет моложе, потому что сейчас будут встречи не только с друзей, да, которые сейчас по взрослению до 19 лет, но и встречи с теми ребятами, которые остались 19 лет назад. Поэтому чувство только одно, мало того, что они нам подарили встречу ежегодную, где не надо договариваться, где все люди, вот сейчас ребята приезжают, там несколько лет не получается, не были, но они знают, какой день, когда и куда приехать, и все собираются. Весь тот отряд, который был, собираются сегодня, и мы оказываемся на 19 лет назад, где будет, наверное, как правильно сказать, обговорена каждая минута того и того дня, и до того дня. Рядом с Краснозаводским мемориалом находится могила Олега Городилова, который вернулся из той командировки живым, но ушел из жизни уже в мирное время. Погибшие в Чечне милиционеры похоронены в разных уголках Сергиево-Посадского района, а один из них, Михаил Терентьев, во Владимирской области. Но несмотря на то, что его могила находится в отдалении, боевые товарищи Михаила обязательно посещают место его захоронения. Здесь его родина, здесь его похоронили, так захотели родители. Меня отложилось память, он очень серьезен был, даже через что, мне кажется. Постоянно сосредоточен был вот такой вот человек. На могиле Григория Тихомирова среди других боевых товарищей был его друг Игорь Сухов, на чьих глазах и погиб Григорий. Семья номер один в жизни, все остальное потом. Никогда не был болтуном, никаких лишних слов. Человек-дело. Так получилось, погиб прямо в моих глазах. Примером был во многом, хотя мы с неба и земля, мы очень разные. Но удивляло то, что во всем старался, пытался расти. Строительство дома, физическая подготовка, общение с людьми. Жену настолько любил, во всяком случае мне так странно казалось, он всегда хотел сделать ей какой-то праздник, чем-то порадовать, удивить. Все, мне еще лет много, а так ощущаю, что он тогда был старше меня, чем я сейчас. Вспоминая невернувшихся бойцов и трагедию 19-летней давности, сослуживцы говорили о большом вкладе в сплоченность отряда своего командира Дмитрия Афанасьевича Маркелова, похороненного в селе Озерецкое. Уже вот, наверное, из года в год у меня приходит одна и та же мысль, что нас всех объединяет наш отряд. И, так скажем, отряд этот создал Маркелов Дмитрий Афанасьевич. И только благодаря ему он нас когда-то всех собрал в отряд, и мы до сих пор собираемся и в этот день, и 2 августа. Чувства переполняют, конечно, они всегда каждый год одинаковые, когда эта дата приближается, всегда какое-то ощущение такое тревожное. Чем ближе эта дата, всегда какое-то напряжение возникает внутри. Приезжая к командиру, всегда, конечно, хочется отметить его настоящие вот эти командирские качества, которые у него присутствовали. Вот это вот его организация службы, организация от всего отряда, которое вот сплотило, то есть вот это то, что сейчас вот спустя 19 лет все собираются и ездят по всем кладбищам, и, конечно же, к командиру обязательно. Это, опять же, заслуга Дмитрия Афанасьевича, потому что он собрал этот коллектив, который не может себе позволить пропустить эту дату и не приехать к ребятам. Погибшие бойцы Сергиева Посадского ОМОНа служат примером мужества и отваги для нашего юного поколения. Могилы погибших посещают не только их родные, близкие и сослуживцы, но и жители нашего района, которым дорога память об этих героях. 2 марта на могиле Дмитрия Маркелова был выставлен караул, состоящий из воспитанников военно-патриотического клуба «Патриот». Мы будем каждый год выставлять караул и чтить память о погибших из ОМОНа. Руководитель клуба рассчитывает, что подобное мероприятие станет новой ежегодной традицией, которая внесет существенный вклад в патриотическое воспитание нового поколения. Выставили караул впервые именно для ОМОНа. Дети понимают, для чего это нужно, зачем. С ними также беседы ведутся, патриотические воспитания, для того, чтобы они знали, что такое война.